Хм, добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформера Angry Birds. С вами, как всегда, Донсент, и мы продолжаем проходить приключения свиней и петухов из кибер-вселенной, собственно. Ну или как-то так, или на границах где-то всего этого, но тем не менее. Мы улучшили нашего главбойца Супериона. Он у нас сейчас является бойцом с самым максимальным уровнем из всех. Вот, на восьмой. И я думаю, ему надо бы купить парочку апгрейдов. Или не купим, или купим. Стойте. Зараза, мне нужно всего... А, у меня монеток нету? Ладно. Ничего страшного. Сейчас, так сказать, у нас идёт событие. Фатальная Ярость, или как-то так называется. В общем... Мы здесь можем играть за... Вот этих вот двух цып, причём в буквальном смысле. Можем брать двоих бойцов, но... На самом деле они, конечно, так себе. Ну давайте, в принципе, глянем ещё раз. Я-то уже играл за них. Я вам сейчас, в принципе, покажу, что в них не так уж и здорово, несмотря на то, что пятнадцатый уровень. И почему Суперион восьмого уровня гораздо более эффективен, чем они пятнадцатого. Сейчас всё будет видно. Ну вот у этой пушки уже, вот мы её видели. Мы эту... Цыпу встречали. Её пушка предельно ясна. То огненным, то это... Стреляет. Как написали в комментариях. Помесь крика... Как его... Огненное, этот... Короче, дыхание дракона. И этот, как его, от Дарвинира-то. Смертельный как-то там... Проклятье, или что-то типа этого. Короче, Фиолетовый Крик там был очень читерный. Уже название забыл. Давно я забыла. Ну так или иначе. Вот что-то типа этого. А вот у этой, которая... Вторая. Она какими-то пузырями стреляет. Они вроде как самонаводящиеся. Но чё-то очень... Очень всё медленно, медленно, медленно. Вот посмотрите, медленно очень летят. Поражает это, конечно, не так... Мощно и эффектно, как и другие пушки. Потому что... Ну чё-то какая-то точечная. Будто пулемёт, но в виде пузырей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мечта Оптимуса. Ё! То есть вот как-то так вот. Но ничего сверх такого здесь как такового и нет. И плюс ко всему прочему... И это с 15 уровня. Плюс ко всему прочему, несмотря на то, что... Это вроде как... Ну... Неплохие бойцы. У них, к сожалению, нету одной интересной вещь. Так, я заберу бонус. Мне деньги нужны. А именно у них нет бонуса... Бонуса, который есть у моего Супериона и Оптимуса Прайма, самого первого. А именно бонуса, связанное с повышением. Я вот прокачал Супериона, он там 85%. И у Оптимус тоже немного прокачан. То есть 90% будет прибавка к награде. Вроде как. Да и по ощущениям что-то как-то даже кажется. Но, во всяком случае, бонус 90% лишним не будет. И... И это еще мы играем сейчас за Супериона, у которого сумасшедшая сила. Ну, сейчас, в принципе, все видно. Кстати, это я буду первый раз сейчас играть после прокачки. Я вот его буквально только что прокачал. Я им еще ни разу не играл. То есть он сейчас должен быть еще больнее. Быть еще сильнее. Плюс ракеты его. Лучом рубит направо и налево. Конечно, осталась проблема с этими шагоходами. Но примерно более-менее с некоторыми я... Научился разбираться. То есть надо все-таки приоритет отдавать ядрам, которые летят. То, что уворачиваться он не умеет у нас. Но... Если стрелять по ядрам, то они просто-напросто не долетают. И ждать пока... Ну, либо если никаких противников больше не будет опускать ракеты, тогда они полетят точно в этого шагохода, и он будет уничтожен одним залпом. Но это очень трудно сделать. Или пытаться все-таки лучом его... Раз-другой. Ну, это очень трудно. Но возможно. Правда, еще как-то странно. Периодически у этого луча получается какая-то... Перезарядка. То есть... Вроде как луч работает постоянно. Без перезарядки. То есть без перегрева. А как только шагоходы появляются, или даже иногда это... С обычными противниками, пушка просто-напросто отказывается стрелять. Что очень странно. Ну, куда я ракеты пустил? Почему я вот эти вот не могу уничтожить? Да. Так вот что? Слушайте, а может быть надо было за тех играть? Так, бонусы берем. Да. Вот эта прибавка в 90%. В принципе, она имеет место быть. Эти проценты очень хороши для того, чтобы награды выбивать. Что не может не радовать. Ну-ка, погодите. Мне все-таки интересно. У нас Суперион. У его орудия есть перезарядка? Где там его это-то гляд? Так. Ну и где он? Ходроды, Кибертронцы, Крушители, Проработители, Спистеры, Заряд полон. Роковая женщина, ВиАйПи какие-то. Во. Суперион. Так. А-а-а. То есть она у него перегревается все-таки. Но только перегрев... Я ж только помню, проходил некоторые уровни, а пушка постоянно стреляла, вообще не отпуская, как говорится, курок. А-а-а. И ничего не перегревалось. Значит, все-таки перегревается. Понятно. А-а-а. Оказывается, у него пушка перегревалась все время. Так, ну ладно, будем иметь в виду тогда. Как-то это, конечно, странно. Но, видимо, скорее всего, у него эта пушка... Очень долго надо стрелять, чтобы она перегрелась. А где хотя бы индикатор того, что она перегрелась? Там как-то дымиться должна начать, я не знаю. Какие-то звуки издавать, ну хоть что-нибудь. Откуда знать-то, что пушка-то перегрелась? Очень странно. Да. Но пушка сама по себе классная-то тут, лучевая. Урон наносит знатные, сразу поражает цели. Мелких противников вообще нараскосит. Ээээ. Так. Ого. Вот опять перегрелась, походу. Но... Эта пушка вообще не оставляет шанса кому-либо спрятаться. То есть урон достанется всем. Единственное исключение – это шагоходы. А ракеты это вообще какая-то читерная тема. Зараза, там... Там награды со скалами. Ааа, да. Ну, хотя бы так. Не, вы видали, да? Вообще просто вот идёшь, курок реально не отпускаешь. Рубит вообще всех и вся. Ему ещё надо это... Улучшить там атакующий спас... Золотой куб оставили. А как он там оказался-то? Заберём бонус. Хм... Так, ну... Нормально. Очень даже хорошо. Так, ну давайте ещё раз отправим. Почему бы нет? Он даже урона не получает. Это же круто. Ой, блин. Здесь могут быть эти шагоходы. Карта к этому предрасполагает. Очень даже могут быть. Ну и чё, стрелять будем? Слоумо пошло. Ничего себе. Он и так медленный, так ещё и слоумо. Хотя, с одной стороны, это плюс. Ээээ... Это не так, как у Бамблби. Когда он там несётся как ошалелый. Ничего не успеваешь пострелить, ещё у него пушка такая специфическая. А здесь размеренным шагом никто не уйдёт, так сказать. Правда и сам никуда не уйдёшь, если по тебе начнут стрелять. Но, тем не менее. И опять 25. Это какой-то... Знаете ли, луч уже начинает чем-то уже напоминать... Этот... Луч из охотнику за привидениями. Кибертрон Эдишн. Ага. Вот, вот эти акулы. Которых надо было где-то там набить. Эээ, опять замедлилось. Чё это за карта такая? Всё замедляется. Блин, так и жду этого шагохода. Сейчас где-нибудь появится. А посему надо стрелять наперёд, чтобы как можно быстрее устранить мелкие угрозы. Потому что они не дадут стрелять по шагоходу. И даже по его ядрам. Луч будет отвлекаться на бли... Шагоход! Уничтожен! Эээ! Ээээ. Ээээ. Время замедлилось вовремя. Ээээ. И опять. О-о-о! Давай! Блин, я чё, ракеты в акул пустил, что ли? Тайк, ну ладно С одним шагоходом справились Ну, хотя бы так Разумеется, забираем бонус Что-то то пять тысяч, то шестнадцать Бонус давайте Нормально, обалдеть, всего шести единиц не хватило, чтобы хотя бы на пятое выйти Хотя был на втором Ну, на начале, так сказать Но тут хочешь, не хочешь, тебе первое место не дадут, по всей видимости То есть всегда будет подбирать система тех, кто впереди, чтобы стимулировать игрока двигаться вперед Ещё не факт, что тот, кого подобрали, это настоящий Екс Нормально Более-менее Так, надо бы Чё он здесь? Ну, как всегда Ничего, в принципе, не меняется О! Ну-ка, давай Мне бы склад ещё бы улучшить Блин, да шо ж я сюда-то захожу, а? Со складом перепутал Где склад? Где склад? Вот он, склад Чтобы увеличить, надо Ё-моё, да вы чё издеваетесь? Чё себе ценник зарядили? Сумасшедшие, что ли? Да Очень круто Очень круто Ну, ладненько, тогда будем улучшаться Будем ждать дальнейшего развития событий А скоро откроется 135 уровень и новая локация В принципе, да, ещё много где тумана А крика чистого неба из Скайрима у нас, к сожалению, нет Вот как-то так Ссылки на плейлист, группу, ВК, Фейсбук, Твиттер А также на другие крутые и интересные прохождения Снизу в описании под видео Рекомендую к просмотру С вами, как всегда, был Боцент И пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»